всем привет сегодня буду готовить наверное всем знакомое лакомство из детства и его готовят во многих странах не только у нас и на ближнем зарубежье его тоже готовит и называется он везде по-разному это и хворост и вергуны и крепли и таратушки в общем называйте как хотите но это очень вкусно очень быстро очень просто и получается много готовить это как всегда проще простого буквально смешал все продукты и все и можно уже готовить и получается целая гора у нас вот таких очень-очень вкусных узелков давайте приступим к продуктам сейчас я буду использовать кефир можно использовать 15 процентную сметану нежирную добавляю сюда же сразу яйцо ванильный сахар обычный сахар если вы будете использовать мед тогда кладете 50 грамм сахара 50 грамм меда и соду тогда гасить не нужно если вы не хотите использовать мед тогда кладете 100 грамм сахара но соду тогда нужно будет чуть-чуть погасить уксусом либо лимонным соком так как я использовала мед поэтому соду я не гашу добавляю сразу сюда разрыхлитель соду и муку наверх все ставлю в чашу комбайна пускай она немножечко за месяц и дальше буду доводить уже руками выкладываю тесто на стол в чашу комбайна я всыпала изначально 400 грамм муки остальные 50 грамм я уже буду смотреть по тесту нужно мне или нет они у меня уходят на подпыл тесто должно остаться немножко липковатым вы видите на руках у меня чуть-чуть остатки теста именно потому что у нас составе теста нету никакого жира там нет ни масла не растительного не сливочного никакого поэтому тесто немножечко липковато отправляем тесто в холодильник минут на 20-30 пускай полежит она станет более пластичным и лучше будет раскатываться затем припыляем стол мукой и тесто убираем лишнюю муку лучше мы по надобности потом под низ подпылим не нужно очень много муки при раскатке использовать потому что эта мука потом будет гореть у вас масле когда мы их будем жарить раскатываем пласт толщиной тесто должно получиться у вас где-то в пол сантиметра и режем на полоски полоски я резала шириной 45 сантиметров ну примерно на глаз и длиной где-то по 78 а краешки и остатки они у меня получились и уголками и в общем они получаются все разные если хотите конечно можно заморочиться и делать их все там квадратные или прямоугольные либо все одинаковым ромбиком но они такие милые когда они все разные делаем посрединке небольшой надрезик в каждом кусочке через который мы будем выворачивать уголок и затем посмотрите что я делаю продеваю через срединку и выворачиваю и вот такие вот узелочки у нас получается заготавливаем все узелочки сразу потому что жарятся не очень быстро поэтому проще заготовить эти узелки а потом уже только жарить их такая вот красота очень милая получается весь стол у меня в узелочках можно приступать к жарке масло должно быть у вас разогрета огонь ниже среднего отправляем и жарится должно сразу начинать шкварчать но при этом масло не должно быть прям очень горячим потому что они не пропекутся внутри и очень быстро поджарятся станут прям оранжевыми кстати если вы используете мед в этой выпечке они получаются еще более оранжевые как медовичок собственно они быстро всплывают мне удобно их и переворачивать и вынимать вот такой вот бамбуковой шпажкой и потом через петельку вот так вот я так вынимаю это очень удобно либо палочка для суши либо вот такой толстенькой шпажкой бесподобно очень быстро получается даем стечь маслу и отправляем на салфетку пускай лишнее масло тоже впитается они увеличиваются в объеме вы видите тут раза в три в четыре и в ширину и высоту и то есть здесь видно что они увеличиваются хорошо в объеме и затем их можно присыпать сахарной пудрой я их вот так вот обычно остудила немножечко и затем уже слоями складываю и пересыпаю сахарной пудрой чтоб каждый каждый был посыпан и вот такая вот целая гора вкусняшек у нас получилось это нереально просто и очень быстро внутри они получаются воздушные благодаря разрыхлителю там есть и мелкие поры а благодаря соде появляются крупные пузырики воздуха и некоторые даже получились такими прям пустыми как эклерчики сейчас покажу на фото вот такие вот прям совсем пустые в общем дерзайте пробуйте обязательно ставьте пальцы вверх старалась для вас а с вами как всегда был кекс до до новых встреч пока пока